Конечно же, нас учили тому, что молочные продукты, они очень полезны, они очень нужны. Да, очень люблю, да, я вас понимаю. Но я отказалась достаточно давно от молочных продуктов. Нас учили, что они полезны, они формируют, за счет кисломолочных продуктов кефира, они формируют микрофлору в нашем кишечнике, они дерматологи. Вы не поверите, когда проблемы с кожей, рекомендуют больше пить кефира. Это на самом деле очень такая большая ошибка, но мы забываем о том, какое сейчас производство. И действительно, молоко, наверное, было полезным в те времена, когда у нас производство не было таким масштабным. Почему оно стало масштабным? Потому что у нас 7 миллиардов людей, даже уже больше. Всех нужно прокормить. А это значит, что цыпленка нужно колоть гормонами, чтобы он быстрее рос. Коров нужно стадо содержать таким образом, чтобы они давали больше молока, чтобы они не умирали, чтобы они желательно не болели, потому что если коровы заболевают, то ее ставят на карантин, и она не может нести молоко. Поэтому коров кормят антибиотиками, также гормоносодержащими препаратами, и, в общем, огромным спектром антигрибковых разных вот этих вот компонентов. Я, если честно, еще пока сама не мама, но, скорее всего, здесь у нас много тех, кто имеет не одного ребенка. Скорее всего, не только во время беременности, но и при кормлении запрещены ряд препаратов. Не спроста. А корова все это потребляет, в молоко выделяет, и мы это все радостно пьем. Дальше идет обработка. Если это тетропак, то это тоже вообще печаль, потому что молоко, вы знаете, оно скисает за 3 дня. Ну, я не знаю, ладно, за 5, если стоит в холодильнике. А если оно в тетропаке хранится месяц, полтора, полгода, то это тоже абсолютно не норма. Значит, там тоже столько химии, которая позволяет этот состав держать неизменным. И, конечно же, когда мы употребляем такое молоко, мы, наоборот, делаем не пользу приносим, а негатив своему организму. К тому же молоко очень высокий тоже, высоко слизеобразующий продукт, потому что при всех процессах в организме формируется слизь. И обычно любители молока очень часто простывают, любители молочных продуктов очень часто простывают. И мы же говорим здесь про красоту лица. Как проявляется это на лице? Лицо покрывается мелкими гнойными прыщиками. И у лица становится более атоничная кожа. Тонус кожи снижается из-за того, что также в молоке при расщеплении молекулы молока. И молоко, его, получается, элементы расщепляются в том числе на те компоненты, которые содержат в себе так называемую... В общем, содержат то, что я уже, видимо, заговариваюсь, сахар в себе. И из-за этого у нас также происходит высыпание на лице. Это, конечно же, нам абсолютно не в пользу, не в нужную нам сторону. И лицо из-за этого начинает выглядеть еще хуже. Давайте тогда экстремально быстро дальше пойдем. А следующий слайд у нас посвящен сахару. Сахарная болезнь у нас сейчас вообще у всех. И это просто панацея какая-то во всем мире. И мы просто даже не представляем, сколько сахара мы употребляем. В наш мир пришли свежевыжатые соки. Мы думаем, что это польза, что из-за этого мы становимся здоровее, что мы хотим сделать лучше нашему организму. Получается, сахар... Мы перешли на свежевыжатые соки, но, например, у нас стакан сока из яблок может содержать просто экстремальную дозу сахара, потому что либо мы съели одно яблоко и насытились им, либо мы съели 4 яблока и при том убрали всю клетчатку, которая должна помогать в процессе пищеварения, всего этого, выведения этого сахара. Мы убираем эту клетчатку и оставляем только концентрированный сок, только концентрированный сахар. Да, с одной стороны, там много пользы и витаминов, но с другой стороны, там чрезмерно много сахара. Полки с сахарными всеми продуктами, это просто какой-то ужас. Конфеты, хлебобулочные изделия, всякие вафельки, шоколадки. Заходишь в Ашан, там шоколад, это просто целая линия, там просто огромное количество этого всего. Как выглядит сахарное лицо? Сахарное лицо. Сахар тоже так же, как и молочный продукт из-за лактозы, из-за, кстати, из-за казеина, появляется та самая закисленность организма и та самая слизь. И из-за сахара у нас выглядит лицо следующим образом. У нас также появляются маленькие прыщики, из-за того, что он замедляет процесс отшлифовывания поверхности кожи, у нас образуются черные точки и проблемная кожа. Скорее всего, те, кто обладают проблемной кожей, это сладкоежки, и они не замечают за собой этого. Самое главное, конечно же, рекомендация отказаться от сахара приблизительно на три недели. Если лицо улучшается, а лицо улучшается практически в 90% случаев, просто мы понимаем, что у нас зависимость от сахара и организм настолько перегружен углеводами, что нам их срочно нужно снижать. Но углеводы у нас в больших количествах, как в молоке, вместе с белками, жирами, из-за вот как раз расщепления той самой лактозы. У нас много углеводов в молочных продуктах наравне практически с белковыми. У нас огромное количество углеводов во всех сахарных продуктах, и у нас панацея, опять же, болезнь наша. У нас у всех глютеновая диета. Глютен, это можно переключить в следующий слайд. Глютен, это все хлебобулочные изделия, но хлебобулочные изделия еще сопровождаются тем, что туда, что делают? Да, верно, туда засыпают огромное количество дрожжей. А дрожжи термофильные, чтобы вы понимали, они никуда не деваются. Они остаются в нашем организме и живут. Кто такие эти дрожжи, какие они процессы вызывают? Это очень спорный вопрос. И сейчас не говорят об этом. Большим корпорациям это невыгодно. Но, тем не менее, эти дрожжи, они вызывают ряд тоже разных заболеваний и отклонений в организме. Потому что какие-то термофильные товарищи подавляют нашу симбиотную микрофлору, полезную организму, и начинают вырабатывать какой-то свой мир, диктовать свои правила и размножаться в нашем организме. Вообще, болезнь нашего века это грибы и дрожжи в наших организмах. За счет этого и появляются вот эти вот все слизи на стенках кишечника, от которых нужно почиститься и желательно следить за своим питанием. Глютен сам по себе, он в нашем случае практически не так опасен, как, например, в Америке. У них есть корпорация Monsanto, которая производит все глютеносодержащие продукты. Это пшеница, это кукуруза, это рис и четвертая... так, сейчас вспомню четвертая... И четвертую культуру они выращивают... кукурузу сказала, да? В общем, четвертую культуру, и вы не поверите, они выращивают это все на основе ГМО-семян. Значит, у них не только глютеносодержащие, а глютен сам по себе это клейковина, и из-за этого он тоже у нас в кишечнике собирает вот эту вот слизь и залепляет стенки кишечника, что все, что мы съедаем полезного, не может впитаться и не может прийти по кровеносным капиллярам и сосудам к нашим органам, к нашему лицу, к нашему телу. И из-за этого... из-за этого страдает наш организм. А там у бедолаг, те, кто живут, скажем, за бугром, хотя я люблю и уважаю Америку, там очень-очень все плохо с продуктами глютеносодержащими, там просто жесть, очень много онкозаболеваний из-за этого, еще потому, что эта корпорация Монсанто, она делает, выращивает это все на основе ГМО-семян, и это, конечно же, просто мрак. Ну, как выглядит глютеновое лицо? Появляется припухлость, такая, знаете, одутловатость лица, тяжелые веки, отечность, проявляется, в том числе, проявиться может купероз, такое покраснение кожи. Почему-то стенки сосуда не очень хорошо воспринимают глютеновую диету, если вы много едите мучного, много, в общем, всего злакового, и это не цельнозерные продукты, а если еще с дрожжами, а если еще живете в Америке, тогда это вообще, конечно, грусть и печаль. Поэтому все это дело заклеивает стенки кишечника, и ничего полезного туда просто не проникает. Опять же, чистимся и радуемся жизни дальше. И финальное – это алкоголь. Алкоголь, он выжигает симбиотную микрофлору. Если вы вдруг любите ли выпить бокал винишка раз в неделю, то это не очень хорошая, конечно, привычка, потому что бокал винишка, бокал пива, я не знаю, может быть, покрепче какие-то напитки выжигают симбиотную микрофлору. А симбиотная микрофлора – это та микрофлора, которая модулирует наш иммунитет, делает его крепче и сильнее. И это та микрофлора, которая отвечает за то, что у нас работает желудочно-кишечный тракт, правильно? И это та микрофлора, которая отвечает за то, что у нас все всасывается, и мы выглядим красиво, молодо и хорошо, что все полезное у нас доходит туда, куда нужно. Алкоголь в этом плане, он все блокирует, очень сильно нагружает печень. Ну, в общем, не мне вам рассказывать, как он действует. Как выглядит наше лицо, если вы вдруг любитель выпить бокал или даже два? Обычно усугубляется носогубная складка, она становится более глубокая, такая, знаете, бороздой, и формируется межбровная морщинка, да, вот в этой области тоже появляется залом. Лицо также выглядит одутловатым, и появляются также мешки под глазами. Поэтому попробуйте, попробуйте сделать тест, если вы употребляете вино, попробуйте сделать тест и просто-напросто отключить из своей жизни на один месяц алкоголь и посмотреть, больше ничего не делая, посмотреть, как выглядит ваше лицо. Субтитры создавал DimaTorzok